Всем привет, друзья! Обзор очень классного перчика, который называется Ромиро Желтый. Посмотрите, какие красивые плоды у него. Это салатный сорт, очень классный перчик. Это испанской селекции перец. Я в этом году выращивал его впервые. Это новинка на моей грядке. И я вырастил три вида этого перчика. Ромиро Желтый, Оранжевый и Красный. В данном видео показываю вам Желтый. Обзоры на Красный и на Оранжевый смотрите в отдельных видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить и увидеть обзорчик на Ромиро Оранжевый и Красный. Итак, расскажу про этот сорт. Ромиро Желтый, раннеспелый. Созревает вместе с остальными раннеспелыми перчиками. Плоды у него желтого цвета. Сейчас мы их взвесим. Вот он, видите, на солнце. И здесь он сильнее вызрел. Ну, а в денечке еще не так дозрел. Сегодня 4 октября. Я снимаю видео. И он еще прекрасно висит. Вот такая у него мякоть. Стенка не толстая, как видите. Не сильно толстая. Вот покажу вам колечко. Такая вот у него стеночка. Этот сорт подходит для салатов. Очень и очень сладкий. Сорт из испанской селекции. Богат витамином А, Е, С и фолиевой кислотой. То есть Ромиро. Все три сорта Ромиро входят в десятку самых здоровых овощей. Есть там в Европе какая-то десятка здоровых овощей. Так вот этот сорт, он очень богат витаминами. И предприятия Европы выращивают его массово для продажи на рынке. То есть крупные компании последние два года засаживают по 10-15 гектар. Только этим сортом, чтобы обеспечить супермаркеты, рынок плодами сорта Ромиро. Желтый, оранжевый, красный. Ну, еще есть и зеленый. Но я зеленый не выращивал. Давайте я вам покажу его на кустиках. Вот, как видите, у меня рядочек его. Туда не буду заходить, а вот покажу. Вот они сломало ветром или что-то наступил. Вот такой он недозревший. Как видите, темно-зеленый. Это спелый. Вот кустик упал. Видите, 4 октября завязываются молоденькие плоды. И он еще цветет. И вот еще будет куча-куча маленьких плодов. Как видите. Ну, а здесь я передержал. Я держу их на семена. У нас уже было около 0 градусов. И, как видите, листья прихватило. Так, походу, полосами шел такой мороз. И вот тут зацепила полоска, походу, тянула холод. Здесь не зацепило. Там тоже зацепило. Ну, я как вижу, кусты, которые были нагружены плодами, их мороз зацепил. Не мороз, а заморозок. Которые без плодов, они выстояли. Ну, как видите, на кустах очень много плодов. Сорт очень урожайный. Кстати, вот я снимал оранжевый. Посмотрите. Желтый и оранжевый цвет. Этот яркий. Ну, желтый тоже красивый. Для сравнения, очень прикольно. Красиво, ярко. Ну, и вот красный. Красный я уже собрал. Это остатки чуть-чуть оставил. Вот куст оборван, там плодик. Красный тоже похож. И вкусный, и сладкий. И вообще, мне, Рамиру, все сорта понравились. Я обязательно с них соберу семена и посажу. На следующий год себе буду выращивать. Обязательно. Эта новинка останется в моей коллекции. И думаю, на многие годы. Что еще хочется сказать про Рамиру? Для фаршировки, конечно же, он не годится. Так как плоды не позволяют туда, как видите, напихать рисом, мясом. Ну, в принципе, можно мясом зафаршировать. Есть другие сорта, которые подходят для фаршировки. И этот плод, этот сорт салатный. Ну, я скажу, что один из самых вкусных. Я уже говорил несколько раз, еще повторю. Потому что он действительно вкусный. И стоит того, чтобы их выращивать. Поэтому, кто хочет семена Рамиру, желтого, оранжевого, красного и других сортов. Как видите, есть вот такие у меня малыши. Обзоры я покажу в отдельных видео. Вот такие оранжевые малыши. Вот такие оранжевые, длинненькие, черные перчики. Это все будет в отдельных обзорах. Посмотрите, черный перец. И вон, вообще красивый. Посмотрите, черный. Вот этот перец. Разноцветный, красивый. Кто хочет купить семена сладкого перца, есть у меня и горкий перец. Много сортов. В описании под этим видео есть ссылка на мой сайт. Можете зайти, выбрать себе семена, приобрести. И вырастить в следующем году хороший урожай перчиков. Есть, кстати, у меня и популярный оранжевый лесе. Очень толстостенный, урожайный. И вообще хороший сорт. Баклажанчики тоже уже... Ну, что говорить. 4 октября холодно. Своё отблодоносили. Поэтому уже вот такая картина на огороде. Конечно, кустики не зелёные, холодом их потрепало. Поэтому как-то так собираем остатки урожая, чтобы приготовить вам семена, которые вы сможете вырастить. Я уже подсмотрел себе новые сорта перца и томатов, которые хочу вырастить в следующем году, чтобы вас порадовать какими-то новиночками. Вот такая у меня грядочка с перцем. Здесь в основном новинки. И некоторые сорта, которые популярные я в этом году посадил. Много есть перца, разнообразие. И выращивают только всё самое лучшее. То, что нравится вам, дорогие мои дачники и огородники. Всё для того, чтобы порадовать вас хорошими сортами, хорошими семенами. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры на новые сорта перчика. Я с вами прощаюсь. Поставьте обязательно лайк под видео. И в комментарии напишите, если вы выращивали рамиру, как он вам понравился или нет. Ну, а сейчас всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok